Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. В эфире вновь Варча-Медиа. Я Кудруча Лыбаева. И по традиции мы вносим на обсуждение самые злободневные и актуальные темы дня. А сегодня с нашей гостью, адвокатом Альей Трубековой, мы поговорим о последствиях борьбы с ОПГ, о безопасности главы спецслужб Камчебе Каташиева, о конфискации имущества Кульбаева и так далее. Алья, здравствуйте. Добро пожаловать к нам в эфир. Спасибо, что уделили нам время. Вам спасибо тоже. В октябре в ходе специальной операции был ликвидирован вор в законе Камчук Кульбаев. Его убийство повлекло за собой череду определенных событий. Это задержание криминальных авторитетов, представителей крупного бизнеса, конфискацию имущества. О том, что борьба с ОПГ будет беспощадной, несколько раз заявлял глава ГКНБ Камчебе Каташиев. Последний раз об этом он рассказал депутатам на заседании Чугур-Кукинеша. Давайте сейчас посмотрим короткие комментарии Камчебе Каташиева. А затем мы к обсудению поведем. В борьбе с ОПГ еще жестче будет борьба. Вот мне начали, что трибуна наследия, когда я не сказал, что я не сказал, что я не сказал. Мо на бюджон азарь Дженган Альдрвута, мне говорят, что я не сказал, что он признавал тем, что он отказывался от воровской идеи. Нет, он не отказался. Был экран ГАЙТП, он продолжает. Я сделаю так, что он не продолжал. Я сделаю так, что он никогда не стал дальше лидером ОПГ. Что бы это ни стоило. И к каждому это относится. Экрана на АйТП, койшевле, болды без идеи там хайтык, болды бютты. Эмидеп, койшевле, кайратан вот этим заниматься. Это заниматься не буду теперь. Я как обещал, в нашей стране ОПГ не будет. Так, в нашей стране кто-то кого-то накладывает каким-то дополнительным грузом никто не будет. Спокойно. Предприниматели везли спокойно, жасашат, спокойно ищет. Везерно-езерно тапкан жасашат. Мамалекетки налог тулейд, мы зааним чекинги жасашат. Болду. Могол жердеги крупный ресторандар, крупный ешканалар бют-бют-бют бардеги дан тулеп туры шыкат. Ну, без бельгембис, тура. Эмидич, шухачэм, чачэм хавалалу адан ардейсингар. Бельгембис, брох, уакхтемикель. К тому, чтобы наступить, я два года готовился. Ачхайтае. Я два года готовился к тому, чтобы наступить, чтобы сегодня день наступил. Вот сейчас мы год наступаем. Теперь 24-25 году будет рост. Вот в 26-е все будет спокойно. Вот Камчбек Ташеев обещает в 2026 году полностью покончить с ОПГ. А между тем стало известно о том, что глава государства Садыр Джапарах усилил охрану Камчбека Ташеева. Давайте сейчас посмотрим тоже одно короткое видео и уже к вопросам перейдем. Камчбек Ташеев Мурза. 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 или застрелил, это может быть и массовое, может быть, ну, как бы подобие теракта всякого может быть. Поэтому, я так думаю, это обоснованно. Почему? Потому что в действительности, вот первый день, когда вот ликвидировали Ханчукульбаева, да, я тоже, ну, как и все люди осуждают, да, ну, столько он ходил, ну, чтобы он, да, но когда видишь уже, мы-то не знали на тот период, когда работа дальше пойдет. То есть, грубо говоря, даже сутки не прошло, у нас вот два вора в законе были, да, и двух воров, как бы обесточил преступный мир. Это, знаете, это не... Даже Сталину так не удавалось, если честно. Поэтому, я так думаю, это все обоснованно, конечно, это... Если такие действия совершат, не дай бог, да, в последующем и последствия для нас будут плачевны. Почему? Потому что преступный мир может обратно доказать, а мы так, ну, как бы мы тоже так можем, да, и пойдет наоборот обратно, а это только нам, как бы сказать, для нас это только хуже будет, для обычного, для простого народа, для бизнесменов. То есть, вторично уже голову поднять у нас не получится. А насколько вероятно вот то, что заявляет Ташиев, что к 2026 году полностью можно покончить с ОПГ, это вероятно, это возможно? То есть, хватит у нас сил и средств? Сил и средств, наверное, хватит. Самое главное, чтобы вы это, понимаете, разумно применять, и главное, чтобы с ним в ногу шли тоже. Понимаете, сейчас еще один такой момент есть, он-то все равно же определенными мелочными моментами не владеет, и до него наносят определенно что-то все не так. Элементарно по работе с этими бизнесменами, да, то есть, там, начинают, он же, это же не с воздуха же говорит, то есть, ему, его же, подчиненные доносят такие сведения, что этот там спонсировал, якобы Кульбаева, этот спонсировал, но тем не менее, это нужно, кроме слов, доказать еще реальными обстоятельствами. Я просто с такими сейчас сталкиваюсь, и я просто ошарашена, да, что как они вводят заблуждение своего руководителя. Вот, вот, если вот правильно работать, почему? Потому что, понимаете, сейчас в преступный мир все равно ищут поддержки, да, где бы голову поднять. Им же тоже, извините, они же тоже их без движения оставили. Они ищут, как бы сказать, возможности поднять голову, а к ним, если еще присоединяться, понимаете, недовольный народ и недовольные бизнесмены, это уже, это уже плохо. Поэтому, чтобы такого не было, люди должны, не люди, а подчиненные Ташиева должны, как бы, грубо говоря, отделять мух от котлет. Вот. Вот имущество Камчу-Кульбаева, вот, по сообщению спецслужб, оценивается в 1 миллиард долларов США. Это для нас вот такие, такая баснословная такая сумма, да, как у одного человека может быть 1 миллиард. Мы все так удивились, да, вся общественность. И вот эти дорогостоящие автомобили, они из гаража Кульбаева будут проданы на аукционе, как сообщили в ГГНД, а 720 квартир, которые якобы тоже принадлежат Кульбаеву, хотя это тоже вопросы, да, вызывает определенные, планируется реализовать через, по линии госипотеки. И тут возникает такой определенный вопрос, насколько безопасно приобретать такое имущество. Ведь вот решение суда же по конфискации, насколько мы знаем, нет. Как уверяет ГГНД, все это имущество, все это богатство семья Кульбаевых передает государству добровольно. И можно ли сказать, что юридически здесь все чисто? Не будут ли потом они претендовать опять на это имущество, говорить нет, по наследству это наше имущество? Ну, если что-нибудь в нашей республике изменится, ой, извиняюсь, если что-нибудь в нашей республике, как всегда, изменится, а это именно когда у нас, ну как, мы уже, знаете, на протяжении последних 15 лет, наверное, привыкли жить так, да, если сегодня с кем-то что-то происходит, говорят, сейчас эта власть уйдет, а потом мы это полечаем. Но это не секрет, согласитесь, вот то же самое, что и было с Тюлеевым. В свое время конфисковали караван, да, и вот ГУМ, ГУМ тогда был уже, но я знаю, что караван. Несколько лет это имущество принадлежало государству, в последующем он вышел, власть поменялась, и он свое имущество вернул. Поэтому я так думаю, я не знаю, какой отчаянный человек на такое, ну как бы, решится, да, почему? Потому что обратно же все исходят из того, что вот время пройдет, потом мы это все вернем. Ну, это так говорит, конечно же, я так думаю, не Камчук Ульбаев, да, ну, умерший, а среди них, понимаете, возможно же, есть люди, которые своим потом зарабатывали эти деньги, и просто попали как бы не в понятную ситуацию, где их обвиняют, что он там сотрудничал с Кульбаевым, либо там спонсировал, еще что-либо, и просто отбирается. Вот я недавно была свидетелем, конечно, у меня тоже дело, я про свое не буду говорить, там другой человек. Я у него спрашиваю, то есть из тоже органов ГКНБ, я его спрашиваю, говорю, а у него что, у адвоката? А он просто-напросто в свое время продал земельный участок то ли человеку Кульбаеву, то ли ему самому, то есть продает, получает денежные средства, часть, получается, бартером он квартиру, недвижимость получает, да, его закрывают, ну, это же нереально же. Понимаете? Поэтому я говорю, определенно все равно должны быть, как бы сказать, профессионально и по отношению не только к Ташиву, но и к своему народу честны, а не так, чтобы лишь без звезды заработать, да, мы сейчас и того приведем, он заплатит государству столько, того приведем, это нехорошо. Это наоборот, они таким образом могут привести к дестабилизации, так нельзя. он такую работу масштабную проводит, мы должны все его поддержать, вот, допустим, даже у меня, когда клиенты вот есть, проверяют, я говорю, стоп, есть чего бояться, нету, пусть проверяет, вот пусть проверяет, они должны все проверить, почему? Возможность должны мы им дать, чтобы он отработал свою программу до 26-го года полностью, но тем не менее, кроме нас, его подчиненные, его сотрудники, должны быть порядочными, должны быть честны, а не так, в своих личных интересах, где вы должны заработать, звездочки заработать. А вот эти 720 квартир, если есть желающие, которые хотят приобрести через линию госипотеки, чтобы они были спокойны, как они могут это вот юридически проверить, словам же только верить Ташиева и приобретать, тоже как-то небезопасно, может быть, кто-то посчитает. Нельзя забывать, что это все, в принципе, потом можно, понимаете, вернуть в свои круги обратно. Конечно, я же говорю, делал времени, поэтому не так это должно быть, что да, вот я прибежал и отказался, да, он его забрали, лучше, знаете, спешить не надо, лучше все это сделать в законном порядке, судебным решением, как положено, все это утвердить, и после этого, то есть люди тоже должны, покупатели тоже должны быть, как бы сказать, уверены в приобретении имущества, что вопрос через года не встанет. Вот еще один вопрос, который вот интересует многих, это вот насколько законна так называемая кустуризация, за счет чего вот идет пополнение бюджета, да, на миллиарды, насколько механизмы кустуризации сегодня прозрачны? Вот говорят, этот миллион... Я с этим сталкивалась бы, я точно так же задаюсь этим вопросом, то есть в любом случае, если человек даже вносит какую-то энную сумму, по конкретному определенному делу, это должно быть установлено, а не так, что человек захотел мне столько дамы, пошел дал, да, в рамках... Это определенно. Если он хочет какой-то вклад сделать именно государству, то есть это не в рамках уголовного дела, а по-другому получается, по другим, ну, другими путями, правильно, он может вложиться. И в этой части я еще не встречалась с такими делами. Мне тоже интересно, конечно, если мой клиент будет, я всегда, конечно, скажу, вы сперва сумму проверите, какую мы должны заплатить и за что. Тогда и мы заплатим. Почему? Потому что я тоже этим вопросом задаюсь, и мне тоже это интересно. Если это происходит по той системе, что ты поставишь эти деньги и эти деньги вносятся, по мне это незаконно. Но если есть на то основания, то есть они конкретно установили сумму, ущерба, все такое, да, ну, как бы, тогда да, тогда это все законно. Ну, то есть без решения суда же они просто вот вносят, говорят, вот он внес, там... Нет, ну, понимаете, чтобы ущерб возместить, это не обязательно решение суда. Самое главное, чтобы ущерб установлен был. То есть это может человек, в принципе, в ходе следствия устанавливать, то есть там бухгалтерские экспертизы или еще что-либо, вот мы как бы установили, что человек, если не оспаривает эту сумму, он может идти и заплатить. Здесь не обязательно судебное решение. Самое главное, есть ли момент тот, что эти ущербы установлены. А вот, например, с мою, с холдингом мою уже была ситуация, что вот сначала президент сказал, что конфисковали, а потом сказали Минэкономике, нет, не было никакой конфискации, то есть он добровольно передал все это производство государству. То есть тут тоже такие вопросы возникают. Ну, понимаете, по АЮ я вообще, ну, как бы, со слов, мы же как информация тоже приходят, из-за того, что мы собираем, из-за того, что нам рассказывают. По АЮ вообще говорили о том, что была речь, что он должен передать, да, ну, как бы, один из видов кустеризации, и это все закроется. В последующем, насколько мне известно, это же МВД расследовало, то есть он, соглашается, Шекиев, потом выезжает отсюда, когда выехал, и он, грубо говоря, помахал и сказал, ничего не будет, и после этого его подают в розыск, да, и обратно же из этого, я же говорю, исходить, все зависит от подчиненных, которые тебе доносят. Вот в свое время, наверное, там тоже какой-то следователь прибежал и доложился своему руководству, вот он все, АЮ отдает, это руководство побежало к президенту, все мы АЮ забираем уже, да, то есть почти уже забрали, на самом деле просто переговоры ведут, да, и тут на всю республику все, АЮ передали государству, а на деле получается все наоборот, и грубо говоря, из-за каких-то выделок следственных органов, которые, да, обратно хотели получить те же звездочки и звания, опозорился президент. Поэтому нужно понимать хотя бы. Давайте тогда вернемся сейчас к имуществу Кульбаева. ГКНВ недавно тоже распространил информацию о том, что автомобиль марки «Мерседес», в которой стреляли 9 октября 2020 года на площади, якобы тоже имеет отношение к Кульбаеву покойному, и была передана, подарена бывшему премьер-министру Сапару Исакову. Где сейчас этот автомобиль, и кому он реально принадлежит, у вас есть информация? Ну, знаете, вот я собираю информацию, я как раз по этому делу работаю, я вообще хотела задать, и вот у меня сегодня тоже интервью, да, вот, как бы с этими машинами, МВД, конечно, натворила, но всем известно, что эту машину изъяли, как имущество Сапара Исакова у владельца данной машины, да, машину изъяли, признали ВИЗДОКом, каким образом машину МВД изъял, в последующем эта машина оказывается у Кульбаева, я так думаю, этот вопрос нужно задавать министру МВД. Вот мне это интересно, я на сегодняшний день подготовила запрос, каким образом машина оказалась у Кульбаева. Но она тоже какие-то непонятные моменты будут, потому что вот тоже я по одному делу работаю, как они просто отбирают граждан и в счет государства забирают. Поэтому сейчас эта машина меня тоже очень интересует. Она реально была подарена? А? Она реально была подарена Сапару и Сураку? И она имеет ли отношение вообще к Кульбаеву? Нет, то, что у Кульбаева ее как бы изъяли, у него нашли эту машину, мне еще ну как бы это со слов обратно же, да, в СМИ то, что мы читали, что у Кульбаева подарили якобы, но я владею информацией, то есть я связывалась с юристами тоже, мне сказали, что машина была, не принадлежала Сапару и Сакову, он лишь попросил на площадь выехать на этой машине, что эта машина принадлежала мне вообще сказали, что эта машина фактически принадлежит некому Ракишеву, я начала гублить, а это оказывается какой-то казахстанский бизнесмен, да, кого-то здесь оформлено, но видите, просто по этой машине есть эта машина, а данных, там номеров ничего нету, соответственно, я не могу полную объемную работу провести, да, на кого была оформлена, что где, купля-продажа или еще что-либо, но эту машину изъяли как имущество Сапар-Ирсакова, то есть мне такую информацию донесли, вот я подготовила запрос, сейчас посмотрим, как ответит МВД, нет, я тоже задаюсь вопросом, каким образом машина оказалась, будучи в МВД, а в последующем оказывается у Кульбаева, на этот вопрос, я думаю, министр должен ответить, да, и вот недавно журналисты Азатыка, затем и каналов вот Тимиров Лайф и Айтай Плесе провели расследование и так, по данным журналистов, угнанные в Европе автомобили, да, стали патрульными машинами у нас в Кыргызстане, патрульными машинами МВД. Ну это я начала, это я начала. Да, да, да. Вот, давайте сейчас посмотрим короткий отрывок и потом как раз таки перейдем к вопросам, очень интересный вопрос. Да, да. Баскармалыгының балансына түшіп Смотрите, я нажимаю, но не заводит правда вторую машину. Багажник нажал, закрываются оба. Вот, Лиана, на каком основании МВД изъял эти авто и, по идее, раз они угнаны на территории Швеции и Италии, как говорится, надо ли было передать правоохранительным органам этих стран? И насколько законны здесь действия нашего МВД? Получается, у нас просто какое-то грабительство? Это дело, понимаете, ко мне люди пришли по этим машинам, это было в июле месяце. В июле месяце, то есть люди уже от безысходности. Вы почему-то последние только темера в лай взяли, хотя поэтому еще в августе месяце у меня интервью, полное интервью, вечерки есть, да, как это все продвигалось. Конечно, это все незаконно. Они прекрасно знают, что у этих машин есть хозяева. Если даже машины, перебитые винка, да, они приехали, то есть те люди, которые заказали, они в этом не виноваты. Тем более следствию известно, какая фирма-отправитель этих машин, то есть непосредственно у кого они покупали. Что самое интересное, понимаете, здесь действия МВД. Они до этого угрожали, то есть до принятия таких решений, окончательного этого решения, они угрожали тем, что конфискуют. Люди, конечно же, обратно, те же потерпевшие ко мне бегут, да, вот они нам грозятся, что они конфискуют. Я говорю, как они конфискуют? Дело, говорю, на каком суд еще не отправлено, да, ну, как бы человек не найден, не привлечен к уголовной ответственности, а о какой конфискации может и речь? Я говорю, не смогут. Вот они каким-то образом пытаются забрать. Я говорю, ну, посмотрим, давайте просто понаблюдаем и посмотрим. Я в это время начинаю писать жалобы, жалобы в Совет, в Генеральную прокуратуру. Понимаете, если бы вон там вы отреагировали бы своевременно, эти бы не продолжили бы свои преступные действия. И видно, я не знаю, они в попыхах побежали ходатайствовать перед судом о признании их бесхозными, прекрасно зная, что на эти машины люди претендуют, что машины приехали, прибыли сюда конкретно на конкретного человека. Заплатили деньги. Нет, еще самое главное, они дождались, пока их растаможат, понимаете, растаможили, и только после этого вывозят все машины. Но это, понимаете, это свинство со стороны сотрудников милиции, да, так издеваться над своим народом, который тебе платит за твою работу, заработную плату. Это свинство просто. И потом, в последующем, конечно же, мы узнаем это все. Я начинаю писать в Генеральном. В Генеральном, получается, знаете, они 3-4 дня якобы не могут доехать до Генеральной, да, постановление суда не могут отвезти. И начали. Но на сегодняшний день решение, как раз я готовила бумаги, пока я готовила другой мой коллега, да, городской суд отменил решение Первомайского районного суда. То есть они, видите, они даже в суд ввели заблуждение, да, насколько они коварные, да, вот. Городской суд отменил решение Первомайского суда. Соответственно, они не являются бесхозными, но они до сих пор эксплуатируют эти машины. Они должны быстренько отвезти, поставить на стоянку. Еще какое ты имеешь право перекрашивать в чужое авто, пользоваться ими. То, что ты, у тебя это судебное решение есть, это судебное решение есть, и его отменили. Дальше мы будем бороться. И я дальше более чем уверена, да, суд не вынес, ну, как бы не удовлетворит им этих оттайства. И самое главное, что интересно стало, буквально на днях. Вот у меня сегодня тоже интервью, про это я и буду говорить тоже. Ну, за эти машины, понимаете, когда эти машины пошли, люди начали меня находить, находить через соцсети, телефоны находить, вот звонить и рассказывать каждый. То есть в тот раз один звонит, у него также машину в BMW отобрали на номерах МВД ездит, зеленая BMW. Потом другие звонят и рассказывают, ну, каким, знаете, унижением и давлению поддавались, да, вот люди, да, вот в отношении сотрудников МВД. И выяснили, ну, вот когда я в субботу узнаю, министр МВД, на котором ездит, 570-е, точно так же незаконно изъято. То есть эта машина двойником оказалась, но она здесь регистрацию прошла. Машину, и фуги надо привлекать. МВД письмом, весь долгом признанную машину в 21-м году, в июле или в июне месяце, передает фуги письмо. Фуги его, получается, ставят на баланс государства и выдают министру. Дело, это дело в суд отправляют только в 22-м году. Суд выносит приговор по этому делу, и то там в части, в части нескольких лиц оправдательный приговор. Суд рассматривает, выносит окончательное решение в 23-м году, понимаете? Это насколько они оборзели и охамели. И вот в части тех машин, вот вы вопрос задали, да? Некоторые машины значатся в розыске. Да. Если вот надо это положение найти, мне все некогда по процессам бегаю. Есть положение, вот, допустим, если у нас машину угнали из Кыргызстана в Казахстан, и в Казахстане его не успели зарегистрировать, пройти регистрацию, да, тогда машина возвращается. Но если даже путем подделки она проходит регистрацию, то есть машина остается в том государстве, где прошла регистрация. Вот в части этих машин, они регистрацию еще не прошли к моменту установления. Они, которые находятся в розыске, они должны их вернуть. Которые не в розыске, дальше здесь судьба решается. Ну, а они, понимаете, еще уже, как бы сказать, заочно знают, какое решение, да? Допустим, в России это практикуется. Вот эти двойниками, которые не в угоне, идут в ГРС, допустим, зарегистрировать машину. Если ГРС отказывает, они в суде доказывают, что они недобросовестные покупатели. Все моменты и судебным решением проходят регистрацию. Но в данном случае же МВД лишает возможности наших граждан этого. Они легче возьмут машину незаконно. Сами, понимаете, они кого-то уличают в преступлении, при всем при этом, сами, будучи должностными лицами, совершают ряд поступлений. Отбирают, регистрационно занимаются. Незаконно, получается, в суд вводят заблуждение, то есть зная, умысел есть, и зная, что суд вынесет неправосудное решение. В таких моментах балом. И вот сейчас вопрос, я думаю, поднять насчет автомашины, на которой он передвигается, 570-й Lexus, черного цвета. Ну, вы представляете, 2008 года, сколько он стоит? Вот, люди здесь, добросовестные покупатели. То есть эта машина несколько раз перепродавалась. И вот они ее отобрали. Вот недавно в розыск был объявлен криминальный авторитет Азим Рой, как так называют, посаженный отец Камчак Ульбаева. В то же время вот в социальных сетях, в СМИ появилась информация о том, что в 2021 году он был награжден медалью МВД. И у всех возник вопрос, за какие заслуги? И как это можно понять? Неужели в органах внутренних дел не знали о положении Азима Роя вот в криминальных преступном мире, криминальном мире? Как это можно понять? Мне тоже этот пункт интересный, очень интересно. Я вот, чтобы про это не забылась, я даже в Фейсбуке пост выставляла, да? Ну, как бы надо напомнить Хадошайчу, что министр МВД этого человека награждал. И вот мне кажется, у него надо спросить, за что он награждал. Поэтому какие-либо достижения в любом случае, ну, извините, ты министр МВД, ты прекрасно знаешь, да? То есть если ты не знаешь за таких людей конкретную историю, тогда тебе в МВД и делать нечего. Как можно человека из того мира награждать? Ну вот, да. Ну, Альяна, да, спасибо за сегодняшний очень интересный эфир. Беседа такая, очень такая интересная у нас сложилась. Успехов вам в вашем деле, чтобы до конца справедливости, до конца вы добились справедливости. И зрителям и слушателям напомню, что гостей нашего эфира была адвокат Алия Турунбекова. Мы сегодня обсуждали, как раз поговорили на тему борьбы с ОПГ, о последствиях борьбы с ОПГ, конфискацию имущества, которое интересует многих, и прочие вопросы. Алия, спасибо вам большое, успехов. Спасибо вам, спасибо. Да, если не слушайте, не отдаляйтесь от нас, а в Чармиде будет также по традиции выносить в эфир на обсуждение актуальные и злободневные темы. До встречи. Всё, до свидания, увидимся. Удачи вам. До свидания. До свидания. Продолжение следует...